В общем, по совету онколога мы встали на очередь на данную мою операцию и также попытались выбить квоту, но, собственно, столкнулись с рядом трудностей. В общем, самой квоты как таковой и не оказалось почему-то в тот момент. Ну, ладно, думаем, в таком случае прооперируемся здесь на местном уровне. Но когда мы узнали, сколько необходимо ждать, тоже как бы немножечко ужаснулись. Все-таки проблема серьезная, и нужно принимать срочное решение. Кажется, мне сказали, что несколько месяцев придется ждать. Мне с каждым днем становилось все хуже и хуже. К макрогематурии подключилось недержание мочи. А вскоре пошли боли, адские боли в области малого таза, в области брюшной полости. Я спал на боли удаляющих. У меня был цистит с макрогематурией. И я вставал в туалет через каждые минут 10, наверное. Я фактически спал, сидя. Вот я... Это было мучительно, это было ужасно, как сейчас вспомню. В итоге мы с мамой начали отрабатывать еще варианты, куда можно обратиться, где быстрее можно провести операцию. Ну, было принято решение обратиться в частные клиники города Владивостока. И такие сильные центры не буду называть прям конкретно, но скажу, что это была Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург. Везде, исходя анализов, куда мы направили это все, нам сказали следующее, что я... Ну, спасти, скорее всего, удастся меня, но я буду прикован после этого к кровати. Нормальная жизнь моя закончится, я стану инвалидом. Мне сделают цистому или что-то вроде пожизненный мочевой катетер у меня будет висеть. Вот. Я не очень тогда об этом разбирался. Смутно это все помнится, потому что я был в ужасе просто. Перспективы рисовали нерадужные. И все клиники повторяли одно и то же. Вот. Ввиду этого мы с мамой просто фактически были в отчаянии, ну как же так, молодой парень. На тот момент мне не было даже 30 лет. И да, операция сложная, но как так? Почему нельзя какими-то обойтись более радикальными методами? Или что-то вроде того. Но, к сожалению, все, как одна клиника, резко и кардинально сказали, что вырежем, в общем, все, что можно. С запасом причем. Ну и, соответственно, после этого о работе, о спорте, о личной жизни, о еще чем-то можно забыть навсегда. Я думаю, меня можно по-человечески было в тот момент понять. И мы уже, в принципе, даже, наверное, на тот момент были фактически, ну, смирились фактически, с этим были готовы. Но мы не сдались. Мы начали дальше узнавать. В один прекрасный день мы поделились своей бедой с очередными своими родственниками. Те были, конечно же, тоже в ужасе. Вот. Но сказали, что у наших общих знакомых есть человек, который, так же, как и я, заболел таким же тяжелым недугом, фактически такой же формой, да еще и с метастазами. И этот человек удачно прооперирован. Сейчас жив-здоров. Все необходимые жизненно важные функции у этого человека были сохранены. Поэтому нам сказали, попробуйте, обратитесь. Дали контакты. Дали контакты клиники, частные клиники. Но эта клиника оказалась зарубежного значения. Для нас это было новинку. Ведь мама моя, врач, работает в аудиостойке. И я, как врачебный ребенок, я прислушался только к ней. Она понятия не имела, что тут произойдут такие сложности. Так верила в нашу медицину до последнего. Но, к сожалению, пришлось нам узнавать дальше. Ну и что ж, мы, в общем, связались с координатором клиники. Координатор нам вкратце рассказал, что они находятся в Южной Корее, в городе-силу, в госпиталь. А нам при университете Керева она входила на тот момент в топ-10 клиник Южной Кореи. Это многопрофильная клиника. И, в частности, по моей болезни там были специалисты высокого уровня. Координатор данной клиники попросила у нас, ну, чтобы мы направили ей документы необходимые, которые, ну, после которого будет понятно, что в дальнейшем есть смысл вообще организовывать что-то или нет, что они могут предложить. В общем, в итоге... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok